Я просто думал, что мы в конце, и я еще думал подумать. Ну тогда расскажу, что мне больше всего понравилось. Конечно же, понравились все контингенты. Очень много казахов. Прямо вспомнилось детство мое. Я сразу вспомнил все свои словечки. Салямацез бе Мухалем. Здравствуйте, учитель. И садитесь. Ну там еще, ну считайте, там сразу быр, ек. И мы даже это, там были турки тоже. И они по-английски плохо разговаривали. И когда они сказали, зафоткай нас. Это снимай и не. И я такое беру, типа, уж, ек, бер. Я с зимой указываю, бер. Одно, две, три. Да. Ну, типа, так. Проявляю свои знания. Проявляю все знания-то. Лингвиста. Показываю знания-то на лингвист. Ну, очень классно. Много там было. Ребят такие очень веселые, смешные были. Им очень много готи не весили и хора. Впервые не я только был главным стариком. В первые дни я был главным старец. Ну, старец? Остряк. Остряк. Это который шутит. Не надо, я не старец еще, нет. В первые дни я так забавнее. Да, в это, наоборот, в первый день мы играли в игры. В первый день мы играли в игры. И там, я спросил одного парня, как ты думаешь, сколько мне лет? Я спит хэн у МЧ, как мыслишь на колкуса? Он говорит, двадцать. И ты указывал на двайси? Я говорю, точно, молодец. Я думал, да, да. Тоже так. Да. Поэтому, ну, да, ребята были очень смешные. Затывай, мы же много, да, весели Мумчета. Я там тоже был один раз ведущим. Видно, жбя хворишт. Там конкурс талантов у нас был. И мы еще конкурс на таланте. Все показали, что они очень талантливые. И всички показали, как его могут. Также очень классные были спикеры. И мы еще и много интереснее спикеры. Михаил, пастор Михаил был. Пастор Михаил. Из Анталии. От Анталии. А так он из Сибири, да, по-моему? Ну да, из Сибири. Так, я разбился, что он там был. Ну, он, получается, был моим соседом. Ну, интересно, что я не понял, что он пастор сначала. Интересно, что я даже не разбирах, чей пастор. Мы приехали первый день. И я смотрю, какой-то мужик открывает дверь. Я такой сразу к нему на «ты». Здравствуй. Я с Винагом уговорю на «ти». Здрасте. Я хотел записать его в телефон. Говорю, тебе как написать? Миша? И когда ты запишешь в телефон, Гупитом, когда ты запишешь, а Мишу ли? Он говорит, давай лучше пастор Михаил. И то я говорю, некогда бы не пастор Михаил. Такой, ой, ладно, хорошо. Я сказал, ой, добре. Я потом не знал, где мог к нему обращаться. Я вроде начал на «ты», а… Я такой хотел, «Вам принести воды?» И потом говорю, «Тебе принести воды?» И потом говорил, «А воды принести?» «Да донесали вода!» И вот выкрутился таким образом. Интересно, кстати, что я, когда-то с ним был знаком даже. Интересно тут сказать, что бях запознат в сушу снегу. Я уже свидетельствовал, что я в этой зимой ехал в Турцию. И я тоже был в Анталии, получается. Но я не успел зайти в церковь. Только на молитвенное. Само на молитвенное служение. И у меня был контакт этого Михаила пастора. Я снимал контакт ему. Я ему писал, что вот я приехал, куда я могу поехать. И он мне скинул даже их адрес. Но я его лично не видел. И потом во время лагеря он свой номер мне опять дал. И во время лагеря я ему скинул там места из Корана, про Иисуса Христа. И вижу, опа, да, я ему уже писал раньше. И думаю, оказывается, я вас уже знаю. Оказывается, что я уже познал. Так что вот так вот. Так что да. Да. И второй спикер у нас тоже был крутой. Другий спикер с Иштубейшем Новоготина. Из Казахстана. От Казахстана. Ну он такой прям, ну вот, ну прям видно было, что это казах. Лечиму, чей казахстанец. Ну такой он прям был, ну, как-то. Ну это трудно объяснить, конечно. Сложное до своего пиши. Ну там не хватало, чтобы он вышел в Адидасе. Самый нестигший до излези цели в Адидас. Он вышел вообще. А, вышел? А. Ладно, да. Значит, все правильно, значит. Да, верно. Ну это только те, которые жили в Казахстане, могут понять. Самый тезикует уже вели, в Казахстан могут разберуть. О чем я вообще? За какого говоря. Ну и да, конечно, было много откровений. Им еще много откровений. Там даже несколько пацанов проследилось. А кукумчета даже и все расплакаха. Но не я, не я. Но не я. Не я. Окей. Ну да, я бы еще поехал. Бег утешил от ногу. Я так особо не горюю, потому что все-таки мы соседи. Не мей тыжну, что ты все пак сми соседей. Там всего лишь 7 часов вниз. Саму седем часы надолу и сметам. И виза не нужна. И не треба виза. Так что все еще, все шикарно. Твои ногу добрее. Ага, готово. А, хорошо. Меня? Да. Ой, с чего начать? С какого дозабочного? Ну да, реально, мы туда приехали. Утилих мы там? С Михаилом сначала мы были только. Вначале мы с Михаилом были только ждали. Пока все приедут. И тогда доедут, что что? И вдруг подъехал автобус. Известноешь, доедай автобус. И оттуда вывалилась куча казахов. И вот там излялся много хоров в Казахстан. Я вообще в шоке была. Я шокирована. И меня очень поразило сердце одной женщины. И бях поразена от сердцето на една жена. Она приехала туда послужить. Тя дойде там да служи. С двумя детьми. С две деца. В этот же момент у нее был проект по работе. В следующий момент у нее имаше проект по работе. Она организатор свадеб. И она постоянно была на связи. Тя постоянно беше на телефона. В тот же момент она в прославлении. У нее двое детей. Две деца има. И оказалось, что она разведенная. И ее муж вот в это же время был в тюрьме. И вчера ему давали приговор. И вот сказали, что ему минимум десять лет должны дать. Я забыла спросить у нее вчера, как все прошло. Просто я представляю, насколько было сложно ей там находиться. Потому что... И дети очень сильно переживали, конечно. И децата все тревожили по този вопрос. Да, и она для меня такой пример, что несмотря на все она пошла служить. И тя беше за мен пример, че вопреки всичку тя утили там да служи. И была такой радостной наполненной. Очень много радостно. Вот. Что еще? Мне очень понравилось слово пасторе из Казахстана. Он снова припомнил нам, через что вообще Иисус прошел. И он рассказал нам о людях, которые следовали за Иисусом. Что все началось с пяти тысяч с начала людей. Че всичку я започнул от пяти тысяч хора. Что Иисус раздавал рыбу. Че Иисус ги нахранился с рыбом. Да, дал им есть пить. Да, дал им хранату. И что в начале было аж пять тысяч человек. Он проповедовал на пять тысяч человек. И в начало то было пяти тысяч хора, на който Той проповедовал. И потом из них всех осталось 120, да, получается? Сто двадцать людей, которым Иисус после этого сказал идти и проповедовать. На които Иисус и сказал да идти и проповедовать Евангелие до края земли. Из них осталось 70. И у них осталось 70 хора. Которые пошли проповедовать. Които са отешли да проповедовать. Потом осталось 12 учеников. И после осталось 12 учеников. Из 12 учеников Иисус выбрал троих. Чтобы пойти с ними нагору. За да идти с тях на планина. И он каждым... То есть сначала пяти тысячи людям он открылся с одной стороны. В начало то на тезе петь хиляди хора. То есть показывал от една страна. На следующем с двадцати он уже говорит что-то другое. Открывается с другой стороны. От друга страна. Следующими семидесяти он становится еще ближе. И открывается им еще больше. И дает им еще больше знаний. С двенадцатью учениками он вообще везде ходит. С двенадцатой ученицей он живет. И с этими тремя он открывается еще больше. И в крайнем счете остается Петр. И в край остава Петр. Которому Иисус вообще... Как было в Библии написано что он... Нет сначала что он ему показал себя вообще как в другом обличии. Ее показал себе си на Петр по друг начин. Смешно сказал что пригласил на тусовку еще Моисея и кого-то... И пастора каза... Да. Че е поканил на партии още Моисей и Илья. И Петр представляете вообще как е рефигел. И может быть Петр е бил много изненаден. И что все эти люди... То есть не Иисус выбирает этих людей. И той каза, че не Иисус избира тези хора. А что люди выбирают следовать за Иисусом. Че тези хора избират да следват Иисус. И что из всех учеников трое выбрали от... То есть Иисус видел сердца людей. И Он видел кого выбрать. И Иисус то и виждал сердца им. И то и виждал кой да избирали. Кой может стать близок за Ним. И поэтому насколько важно наше желание. И наше открытость для Иисуса следовать за Ним. И наше открытость заследовал Иисус. И зависит от нас насколько мы можем иметь близкие отношения с Иисусом. И это было тоже очень круто. И конечно прям... Каждый день видно было как дети преображаются. Сначала они все эти сумасшедшие и такие непослушные. И всеки ден виждахме как децата се преобразяват. Първи ден бяха много люди. Полный хаос створился. И беше пълен хаос. Потом с каждым днем они все так вот... И со всеки ден се усмиряваха малко по малко и започваха да слушат повече. Прямо было видно за эти дни как их сердце меняется. И виждах как сердца твоим се променят всякий ден. И Бог прям располагал очень сильно их к нам. И Бог и располагал к нам. И да просто очень сильно подружились конечно. И много се спрятелих мистях. Вот. И я поняла для себя насколько важно вообще ездить на такие мероприятия. И разбирал за себе как важно доходим на такие вас соберния. Потому что у нас христианская жизнь она такая очень насыщенная. Мы постоянно там носимся, что-то в сайте делаем. Что-то христианское животе много носите. Работаем. Работаем. И очень важно вот чтобы были такие остановочки. Много важно даем спирки такие вот. Чтобы вообще осознать что за все это время со мной произошло. Осознаем как волосы с нас случилась при целых во время. И сколько чудес вообще за этот период Бог сделал. И сколько чудеса Бог и направил в наше живот. И наполнится конечно. И да заполним. Поэтому я очень благодарна Богу. А, и как мы вообще туда попали? Я ездила в Корею, Южную, на Трэс Диас. Это христианская конференция. И там из всей толпы было очень много людей. Мне больше всего понравилась одна девушка. Она тоже полукорианка, полурусская. И из всей толпы мне больше всего понравился один парень. И потом оказалось, что они пара. И я вообще такая, вау, как круто. И я се зарадовала много. И мы с ними очень подружились там за 4 дня. Много се сприятелихме с тях за тези 4 дни. И вот спустя 2 года. И след 2 години. Мы все еще общались и они пригласили нас на эту конференцию. И те ни поканяха на тази конференция. И просто насколько Бог нереально соединяет людей. И как Бог соединява хората между си. И дава такива срещи, които довежда до нещо поголямо. Такое общение. Поэтому да, вот. Да, действительно поездка была очень классной, очень крутой. Очень полезной. Много людей, много общения. И вот как уже ребята говорили, там были крутые спикеры. И вот первые дни мы с пастором Михаилом очень много общались. Там что было очень хорошее. Было такой большой этот, как называется, с чаем. Термопод. Термопод. Термопод, огромный просто, с чаем. Много блям в чайник, термопод, с чаем. Чай вообще бомбический. Много вкусен чай, мот. И вот мы с пастором Михаилом сидели, общались очень много за кружечкой чая. И с пастором Михаилом сообщили много с чаем. И мне понравилась вот его проповедь про доверие. Михаилом много проповедит тому за доверие. Как Бог доверяет нам определенные вещи в нашей жизни. Господь доверял в определение нештабов нашей жизни. Шаг за шагом. Стыпка по стыпкам. Вот он приводил пример Давида. Той, да, вот пример на Давид. Что он в 15 лет выбрал, что он будущий царь Израиля. Человек куда-то бил на 15, бил избран, дабыли царя на Израил. Но на престол он вошел в 30. Бачи скачил на престол, а куда-то бил на 30. И эти 15 лет до него были определенной проверкой на... На доверие. Все мы знаем, что он победил Голиафа. Сычки знаем, чей победил Голиафа. Потом с другим царем Саулом. Он не убивал его, потому что он помазанник Божий проявлял свою. Даже когда он отрезал его вещи, он не мог. Типа, что я наделал, что я наделал. И что он проявил доверие, оказанное Богу, и он ему дал намного больше. И также в нашей жизни Бог доверяет нам определенные служения. Иначе в нашей жизни Господь не давал определенное служение. Проверяя и готовя нас к более серьезным вещам. И не проверяя его готове по серьезным вещам. Дает нам определенную работу, определенные финансы. Проверяя, как мы справимся с этим. Как выдержит наше сердце. Потом мне тоже понравился спикер Руслан. И у него была очень хорошая проповедь об искренности. Что насколько важно искренне доверить в Богу. Не просто вот ходить в церковь, читать Библию. Просто не вдумываясь. Без домислим. Без вот этой искренней веры, искренней любви. Без искренней веры и любовь. И насколько важно. И насколько важно. Бога и все Божьи дела ставить на первое место. Господь и всички Божьи дела да поставим на первое место. И мы вот тоже за чашечкой чая с ним разговорились. И сеговорих мы снегу. И там другие пастыря и лидеры были. И мы шепленные пастыри. И мы как раз поговорили, начали говорить насчет счастья. Как раз тема предыдущей проповеди. И вот он сказал, что очень много, большой процент самоубийств. У миллионеров. Вроде бы казалось, у них все есть. Но при этом им чего-то не хватает. И вот он рассказывал такую историю интересную. У него Бог на первом месте. Служение, все ему. Он не родился в верующей семье. В 15 лет он метался между Исламом и христианством. А в 19 он уже стал молодежным пастырем. И он говорит, вот сейчас у него есть дом, машина, семья, дети, 4 ребенка у него. Но он все так же счастлив, как и в 19 лет. Когда у него ничего не было. Был только Бог. И имал саму Господь. И он тоже большой фанат футбола, как и я. Он болеет за Реал Мадрид. То есть фан на Реал Мадрид. И он рассказал историю. И то рассказа история. У него была мечта попасть на финал Лиги чемпионов. Это такой матч в футбольном мире. Это просто вау, что за событие. И вот в этом году он молится. Что его любимый клуб вышел в финал. И он говорит, я очень хочу попасть на этот матч. И вот я получаю молитву, что надо ехать. И вот он с Казахстана летит в Германию. В Германии на машине 7 часов едет в Париж. И вот, казалось бы, у него есть деньги. Но на эти деньги билет не купить. Все распродано. Есть огромное количество перекупов. Самый дешевый билет 5 тысяч долларов. И он говорит, нет, я могу позволить себе только тысячу. И вот он ходит, видит перекупов 5, 6, 10, 15 тысяч долларов. И вот он видит, ну, человек. Внешне как будто там с Латинской Америки. У него 4 билета. По тысяче долларов каждой. И он хочет его купить. Тут подбегает семья. 4 человека. Говорят, мы возьмем все 4. И забирают. И он расстраивается. Но веря идет дальше. Он верил, что он попадет на матч. И тут у него был момент, когда он уже договорился на тысячу долларов. Собирался их отдавать. И тут. К этому перекупу подбегают люди. Говорят, ты нам продал фальшивые билеты. Он был близок к тому, чтобы дать тысячу долларов и просто потерять их. И ему все говорят, кого он говорит за тысячу, ему говорят, не получится. И всички, които му казват за хиляда, хората му казват, че няма да си получится. Иди ищи спортбар, будешь смотреть по телевизору. Он говорит, я спокойно успокоился, помолился. И тут я встречаю человека, Валеру. Он спрашивает его, у вас есть билеты? Он видел, что он их продает. Он говорит, у меня закончились билеты. И он спрашивает, а ты откуда? И пастор Руслан говорит, я с Казахстана. Он говорит, я пастор, вот, получу. Мечтаю попасть на финал Лиги Чемпионов. Я молился, он его начал ему евангелизировать. И вот этого Валеру настолько коснулось его истории. Он говорит, идем, я тебя проведу на стадион. Он говорит, как, у тебя же нет билета. И он его проводит на стадион. И не просто, а там стадион 80 тысяч человек. Не просто где-то за воротами, где ты будешь вот таких вот человечек видеть. Он говорит, я тебя проведу в вип-зал. И он говорит, как, нет, не может быть. Он говорит, посмотри. И вот он приходит, а там вип-зал, бейджики каждый по-разному цветами. И ему бач. Он говорит, а Валера такой он здоровый мужик. Такой внушительной внешности. С внушительной внешностью. И он подходит, провел на стадион. Чудесным образом билеты вытащил, отсканировал, все работает. И вот они идут в вип-зал. Она закрыта. И он берет, дергает. И говорит охраннику, открывай. С уверенностью. Охранники растерялись, открыли и впустили его. И вот он говорит, стою я. Пастырь из Алматы. Сзади меня легенды футбола. Роберто Карлос, Роналдо Бразилец, Бекхам, звезды Голливуда. И стою я. Обычный пастырь. И я знаю, насколько там была очень плохая организация в Париже. 14 тысяч болельщиков, которые имели настоящие билеты, не попали на этот матч. А пастырь из Алматы попал в вип-зону без билета. Насколько, вот он показал, насколько. Для Бога нет ничего невозможного. Что для человека, который вот посвятил Богу все, он его привел в вип-зону. И вот он посмотрел матч. И он говорит, сколько с меня. И ему Валера говорит, нисколько. И он говорит, ну я его благословил. И вот для него это прям вот мощное свидетельство в этом году. И за него твой обещает нам мощное свидетельство. Как Бог действительно делает чудеса. Как Господь, высший чудеса. Всем привет. Я очень долго ждала эту поездку. И никогда не была в Турции. Никого не сам была в Турции. Для меня это было немного волнующе. И как Аня сказала, историю рассказала про знакомство с организаторами, то я прям восхищаюсь, как за несколько дней всего лишь можно сблизиться вообще с незнакомыми людьми. И это всегда происходит на христианских мероприятиях. Вот что поживешь там, дня четыре с людьми. И уже все, как будто вы знаете друг друга, да. Два дни с не познайте хора и вечести к этому семейству. Мне очень понравились все ребята, которые там приехали. Много мне харесаха всички те хора, куи-то дойдоха там. Сейчас. Я просто записала немножко. А, и время пролетело очень быстро. И время-то мне намного быстрее. И хотелось бы, конечно, остаться еще. Но как... И миссийская, что доустая новости. Как правило еды, что застава вставать, нужно с чувством голода. Чтобы потом мы захотели встретиться еще раз и организовать что-то. Вот. И тоже восхищали служителя, как Аня сказала. Потому что они были очень веселые и радостные. Но мимо... Так, мимо летом я слушала какие-то у них проблемы, там, что-то переживают они. Прямо какие-то очень трудные вещи. И я смотрю, они просто улыбаются, радуются. И вообще не жалуются. Никак. Вот. И мне очень сильно это восхитило. И в какой-то момент, правда, на конференции... Мне было очень грустно. Почему-то всегда, когда что-то такое происходит, у меня очень много мыслей плохих приходит. Вот. Какие-то, что все не так, это не так. И я вспомнила разные проповеди, которые у нас проповедовались и в церкви. И вообще про счастье и радость. И что это, получается, решение. Быть радостным. Просто нужно переступить через этот порог нерадости. Да. И потом уже будет легко. Это как вот... Еще Мария Базикова рассказывала про эти вот негативные... Как вибрации, получается. Если вот уже вот в этом дне ты с гневом... Конфигурации, куда-то все намерем его в гнев. Да. То как-то очень тяжело выбраться наверх. Вот. И только вот с Богом можно очень быстро выбраться и... И саму через слово можно... И радоваться. И радоваться. Вот. И еще там были служители, которые приехали из Голландии, из Америки. И большие другие служители от Холландии, Америка. И они там нам служили. И не служиха. И один парень, он спросил, а вы что вы делаете? Служите, работаете или учитесь? И нам, чайпита, вы как вы правите? Работаете, служите или учите? И мы сказали, что мы делаем все вместе. И они удивились. И ты все учу, дихо, достойно. Вот. Как бы я до этого только работала и входила в церковь. А за два саму работе их ходили на церковь. Мы пришли результаты экзамена, и меня взяли в этот. Я с пяти динами приехала в медицинский колледж. Вот. Теперь придется еще и учиться. Я считаю, что я выйду учусь. Надеюсь, что я буду успевать все. Надеюсь, что я успела вам в церковь. Вот. Ну, короче, все было очень круто. И всем советую ездить куда-то. Так что приезжайте на трездец. Так вы сможете познакомиться с людьми. И, например, у Ани были друзья. Ани и наши приятели. И ее друзья стали нашими друзьями. И приятели станаха наши приятели. А друзья их друзей стали еще нашими друзьями. Станаха наши приятели. И если они куда-то в другое место уезжают, то мы сможем поехать еще в какую-то страну. В общем, мы узнаем с новой приятели. Вот. Все. Слава Богу. Слава на Бога.